38 новых придорожных комплексов возвели в республике за полгода, 49 модернизировали. Об этом сообщил министр торговли и услуг Алексей Гусев. Он также отметил, что работа в этом направлении идет не так быстро, тем более, что ранее перед министерством поставили задачу построить вдоль дорог регионального и федерального значения не менее тысячи объектов придорожного сервиса до 2024 года и столько же реконструировать. Коллеги, вы все знаете, какой КПА ставит перед нами правительство. Я хочу, чтобы вы еще раз внимательно изучили перспективы и возможности для его изучения. В ближайшем времени мы с вами проведем совещание, на котором я хочу услышать, именно как у нас муниципалитеты выполняют данное направление. И здесь необходима от вас обратная связь с точки зрения либо корректировок, либо усиления каких-то мер, которые позволят нам достичь данного КПА. На данный момент в регионе реализуется программа, по которой инвесторы смогут вернуть до 50% затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, но не более 30 миллионов рублей. Ранее власти республики также снизили порог вхождения проектов в перечень приоритетных. Теперь на дополнительные преференции могут претендовать инвесторы, готовые вложить в строительство придорожных комплексов до 20 миллионов рублей. Несмотря на это, развитие сервиса, по мнению аналитиков, идет не так быстро, как хотелось бы правительству. Среди сдерживающих факторов – большие затраты на прокладку инженерных коммуникаций и обустройство съездов со скоростных трасс. Отмечу, что Башкортостан занимает второе место в России по протяженности дорог – более 48 тысяч километров. Продолжение следует... Продолжение следует...